И снова здравствуйте! На связи Vostok Games с очередной обоймой информации о ходе разработки проекта Survarium. В нашем сегодняшнем видеодневнике вас ждет рассказ о следующем. Мы представим вам игровую локацию радиолокационная база Vostok, познакомим вас с группировкой Армия Возрождения, расскажем об ее истории и особенностях в проекте, а также расскажем о конструкторе персонажей в игре. Оставайтесь на связи! Армия Возрождения — это новая сила, которая образовалась из остатков регулярных армий стран СНГ после катастроф. Они были первыми, кто лицом к лицу столкнулся с новой опасностью и на себе ощутили гнев природы. Еще до катастрофы среди высших военных чинов бытовала утопическая идея создания новой сверхдержавы. Они планировали серию военных переворотов и насильственное объединение стран в границах бывшего СССР. Катастрофа помешала этим планам. И они увидели в этом происки Запада, а также посчитали, что причиной катастрофы является применение биологического оружия. Благодаря тому, что основные силы армии Возрождения были сконцентрированы на военных базах вдали от городов, они меньше других пострадали от катастрофы и последующей за этим паники. Еще некоторое время воины армии Возрождения продолжали сопротивление, но когда они поняли, что помощи им ждать неоткуда, они приняли решение отступить в засушливые районы Средней Азии для переворпировки сил. Благодаря значительными военными человеческими ресурсами, а также железной дисциплиной, очень скоро в хаосе нового мира командиры армии Возрождения начали реализовывать свой замысел по воссозданию новой сверхдержавы. Большая часть вооружений армии Возрождения было получено с армейских складов. Они включают в себя как более новые образцы, вроде АК-74 и СВД, так и старые раритеты, вроде РПД. Кроме обычного вооружения, армия Возрождения имеет в своем распоряжении экспериментальные образцы, которые еще не были приняты на вооружение на момент катастрофы. Армия Возрождения первой столкнулась с измененной природой, и потому они адаптировали часть своей экипировки для выживания в агрессивной среде. Бойцы армии Возрождения полагаются на использование крепкой брони, штурмового оружия и тактического преимущества, получаемого за счет использования сканеров, радаров и другой электроники. Радиолокационная база «Восток» — это одна из засекреченных армейских баз, расположенных за Уралом. Она входила в сеть баз слежения, которые отслеживали запуск и перемещение баллистических ракет в верхних слоях атмосферы. Незадолго до катастрофы на базу были доставлены емкости со странной черно-мыслистой жидкостью. Цель их использования была известна только командованию. После катастрофы была потеряна связь с штабом. Гарнизон базы отчаянно сопротивлялся. Персоналу удалось перенастроить антенну и поймать сигнал от армии Возрождения, который призывал отступить всех на юг для перегруппировки сил. После трех месяцев героической обороны, отчаявшись получить поддержку, бойцы армии собрали остатки сил и предприняли попытку прорваться на юг, сквозь леса Сибири. Это самая компактная карта из первого набора локаций для режима ПВП. Карта разрабатывалась под пасмурную погоду, и потому на ней много мест с ограниченной видимостью и минимальным освещением. В центре локации находится антенна, сделанная по реальному прототипу. На первый этаж и крышу можно попасть двумя путями, а на самую верхнюю точку только одним. С высоты антенны открывается вид на всю карту, но и вас тоже хорошо будет видно. Короткий путь между базами преграждает химическая аномалия. Другой путь лежит через развалины военного госпиталя и дом офицеров. Планируя проект, мы задумались, что именно мы хотим увидеть от нашей системы игрового персонажа. Нам кажется странным, что в большинстве современных шутеров возможности по кастомизации персонажа сведены к выбору скина и вооружения. Мы хотим, чтобы с помощью нашего конструктора игроки могли создавать действительно уникальных персонажей. Второй важной особенностью нашего конструктора персонажа является уникальная возможность адаптации персонажа под ваш стиль игры. Например, вы можете сочетать экипировку разных производителей и типов. Ничто не мешает вам одеть кожаную байкерскую куртку для максимальной защиты тела и при этом аномальные сапоги, чтобы иметь возможность передвигаться по зараженным местам. В игре не обязательно одевать снаряжение одного типа. Вы можете комбинировать снаряжение разведчика и снаряжение штурмовика, либо снаряжение искателя артефактов и снаряжение снайпера. Третьим важным аспектом является визуальное развитие персонажа. Вы начинаете игру как бродяга и ваша экипировка выглядит соответственно. Но получая новую экипировку и надевая ее на себя, вы замечаете, что ваш персонаж теперь выглядит по-другому. Он постоянно меняется и постоянно растет. Каждая вещь защищает определенную часть тела, и потому надетый бронежилет не спасет вас от ранения в ноги. В игре есть 4 типа экипировки. Штурмовые, диверсионные, снайперские и аномальные. Каждый предмет экипировки может сочетать в себе характеристики одного или нескольких из этих типов. Для штурмовой экипировки важным показателем является класс защиты. Для диверсионной – скорость передвижения. Для снайперской – маскировка. И для аномальной – повышенная изоляция. Мы уверенно движемся к началу закрытого альфа-тестирования нашей игры. Очень скоро мы откроем прием заявок для желающих принять участие в тестировании. Следите за подробностями на нашем сайте – survarium.com А на сегодня все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok